коллеги всем добрый вечер 1 декабря пятница и сегодня без лекций без лирических отступлений я запишу для вас очередной видеоролик по альткоинам рубрика альткоина который нельзя продавать в первой части видео коснемся темы альтсезона сезон альткоинов пампа жадности страха фиксации прибылей информация сто процентов будет полезна для инвесторов которые готовы ждать которые инвестируют докупают покупают альткоины ну и соответственно вам нужна какая-то подсказка да на каких значениях и по каким графикам необходимо ориентироваться для того чтобы уже действительно начать фиксировать прибыль далее будет несколько монет и в конце определения победителей с прошлых розыгрышей и в этом видео тоже естественно я организую розыгрыш раздам 100 долларов будет два победителя по 50 баксов условия максимально простые это подписка на youtube канал на два telegram канала первый мой авторский где я предоставляю вам апдейты также есть и будут появляться здесь монеты которые не войдут ни в какие видео обзоры вот и голосовые сообщения в том числе да по биткоину вы знаете есть актуальный видеоролик небольшой апдейт плюс план я все написал и альткоины который нельзя продавать два видео уже было записано здесь суммарно где-то 67 монет также можно смело переходить и к этим видеороликом а с ними ознакомливаться и подписка на второй telegram канала крипто хедлайнс это вторая ссылка в описании к этому видео ну если вы не хотите ничего пропускать важного что влияет на волатильность того же биткоина что влияет на литкоины плюс крипто фундаментал да как который касается конкретных блокчейнов в том числе сегодня вышла интересная информация по раздаче по аирдропу от старкнет вот ну и так далее здесь необходимо подписаться естественно закрепить у себя в telegram если неудобно в течение дня следить за тем что у нас как все меняется кого пугают да или наоборот чем-то впечатляют bloomberg например да или какой фундаментал выходит кто кого купил то кого продал слухи инсайды в конце дня в конце дня появляется здесь топ спокойно пришли ознакомились закрыли легли спать вот то есть подписка на два telegram канала и комментарии ребят в комментариях я предлагаю указать три монеты или две-три монеты и более с капитализации до миллиарда долларов которые вам интересно которые вы купили которые планируете купить докупить или или просто вам интересно вы еще не покупали я часть из них возьму и разберу у себя в telegram канале да и может быть войдут эти альткоины в следующие видеоролики вот и плюс исходя из ваших комментариев мой помощник сделает топ-20 может быть топ-30 самых популярных монет поэтому давайте в наших интересах оставлять такие комментарии чтобы действительно понять во что верит народ топ-20 топ-30 появится в моем авторском канале трейдер 80 на 20 и ребят в этом же комментарии то есть вы указали две-три монеты без хэштега пожалуйста без решетки просто тикеры или название в этом же комментарии оставьте последние четыре цифры вашего айдишника с аккаунта крипто бирже by bit если аккаунта нет вы можете его завести по ссылке ссылка указана с максимальным бонусом в 30 тысяч usdt вот много ботов с ними боремся вот у меня такой способ я вас не призываю там бежать торговать до трейдингом заниматься сотом плечом еще что-то вы можете воспользоваться аккаунтом купить альткоин вывести холодный кошелек или ну где вы храните да потому что все-таки биржа не для хранения для покупки токенов до для хранения нет ссылка в описании условия просты еще раз подписка youtube канал 2 телеграм-канал в описании к этому видео 2 3 или более токена в комментарии и в этом же комментарии указать 4 последние цифры вашего айдишника бирже by bit если аккаунта нет можно завести по ссылке из описания все организационные моменты я с ними закончил мы переходим а к делу давайте отступление много не будет час сорок два сорок да даже час я постараюсь не делать большой обзор не затягивать первая тема которая волнует всех альтсезон что сейчас сейчас нет никакого сезона альткоинов нет никаких долгосрочных целей достижения этих целей по альткоином по широкому рынку за исключением некоторых монет то есть в рамках моего контекста второй капитуляции вы можете зайти в авторский канал например написать вторая капитуляция вот здесь да давайте я не буду за вас это делать просто пишите вторая капитуляция и смотрите обзоры вот в рамках второй капитуляции которая происходит на росте не так много монет если в процентах считать то совсем маленький процент альткоинов которые даже дошли до диапазона прелюдий до прелюдии перед глобальным восходящим трендом вот дальше и в то же время вы видите прекрасно значение биткоин доминация это 53.18 ну короче 53 процента ни одного альтсезона никогда не было привод таких небольших движениях никогда да то есть допустим вот у нас смотрите мы сейчас приблизим самый пик биткоин доминации здесь у нас 54 3 вот снижение на 4 8 процента чтобы вы понимали среднесрочный альтсезон среднесрочный но альтсезон недолгосрочный вот он недолгосрочный это минус 20 процентов сейчас минус 5 процентов здесь было ну тоже где-то минус 5 минус 6 процентов и ну да я понимаю что некоторые монеты выросли они позволили вам забрать свои деньги из рынка то есть у вас есть средняя стоимость инвестиций там допустим 2 доллара альткоин дошло до 4 долларов вы продали половину монет забрали вложенные деньги оставили бесплатной монет а то есть тот объем токенов те инвестиции в которых нет риска которых нет ваших денег можно или нужно ли так делать да естественно тем более отталкивайтесь пожалуйста от реальной от фактической вашей жизни если у вас есть цели на 24 25 год конкретно требующий денег капитала то забирайте вложенное в криптовалюту оставляйте бесплатный монет потому что еще в том числе у нас нет альт сезона и уже на альт сезон вы можете ставить себе и реально дождаться более высоких отметок когда у вас есть риск когда вы нарушили money management risk management и может быть в какой-то момент во время снижения рынка поссорились со своей головой до неосознанно на эмоциях закупали монеты то естественно вам будет сложно дождаться больших целей вам будет практически нереально дождаться цели по доминации биткоинов 40 процентов а это первая цель первая долгосрочная цель это снижение биткоин доминации на 25 процентов если мы говорим с текущих отметок вот сюда когда у вас есть большие высокие риски соответственно сейчас трясетесь боитесь наверное каждого там черного лебедя понимаете вот поэтому здесь я считаю что альт сезон глобально его сейчас нет по факту то есть по любым метрикам там графиком открывайте смотрите нет никакого альт сезона это раз второе глобальный альт сезон без графика лично мое мнение я считаю что наступит не ранее второй половины двадцать четвертого года вот включая эту цель то есть 40 процентов я конечно как и вы то есть я на вашей стороне я хочу завтра там или через час после записи видео что все мои инвестиции до сделали суммарно что-то соскамилось это понятно да что-то не дало прибыли но тем не менее там сделать ко всему своему капиталу там за год или за полгода лучше за день x10 ко всему капиталу да я на вашей стороне конечно я понимаю что есть там мем коина которые растут и все в этом духе вот или такая история как инжектив но тем не менее сейчас нет глобального альт сезона и делать вывод на медвежьем рынке о том что скам а что нет рано рано то есть терпеть убытки или пожинать плоды рано да делать выводы рано это очень распространенная ошибка всех инвесторов новичков старичков на всех финансовых рынках да включая криптовалютный когда был 18-19 год я прекрасно помню эти настроения все кричали вот все эфир скам биткоин скам это умерло то умерло все скам да потом еще ковид 19 ну и все 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 повыходили условно не воспользовались замечательными возможностями которые предоставились в двадцатом году хоть и на этих страшных событиях связанных с пандемией с ковид 19 а тем не менее вот поэтому здесь и сейчас это инфа касается и людей кто застрял в каких-то монетах а у кого большая просадка большой процент у кого не большая просадка у кого вообще нет просадки кто забрал уже вложенные деньги из тех или иных активов пожалуйста давайте сделать выводы своевременно выводы по покупке альткоинов и выводы ну соответственно действия по покупке альткоинов и выводы относительно того что скама что нет 40 процентов вот здесь минимум давайте подождем дождитесь вот и здесь уже соответственно согласно своему плану можно начать фиксировать частично прибыль еще более амбициозная цель я называю амбициозной но тем не менее она вполне реально это зона 27 по биткойн доминации на недельном таймфрейме это биткойн доминации 35 30 процентов пока я к нижней границе не пойду ну вот прям что мы биткойн уйдет там 30 процентов и ниже в ближайшие да даже до конца 24 года я в это если честно не верю вот но тем не менее совсем амбициозная цель на 24 год вот это уже получается 35 30 процентов здесь также можно будет совершить действие касаемо фиксации прибыли фиксации сейчас исключительно забрать свои деньги это раз и второе исправить ошибку то есть бывает такое что человек залетел в какой-то токен там на 30 процентов всего своего капитала понимаете и действительно есть сейчас рост да даже токенов которые вроде как умерли да то есть бывает что альткоин то прошло от вашей средней на 90 процентов а сейчас он вырос там на 5 иксов и вот-вот соответственно будет достижение вашего ценника да то есть без убытка то есть если вы понимаете что это ошибка действие было совершено на эмоциях то пожалуйста можете ее исправить я обещал конечно без лирических отступлений но здесь вот видите не получается у меня такой же его человек стараюсь помочь по максимуму тем более с точки зрения психологии что это намного важнее того что происходит на графике это намного важнее чем bitcoin доминация и любые другие метрики намного важнее вот то есть по bitcoin доминации такой расклад 58 62 процента достижимый я писал недостижимый но достижимый диапазон доминации предупреждал всех если у нас будут проблемы со стейблами отвязки очередные до прошлой отвязки я все стейблы марте вы помните оставшиеся на тот момент переводил bitcoin на отметке 20000 я план а здесь вам написал можете с ним ознакомиться если пропустили вот и при реализации этого плана у меня увеличится возможность по инвестированию соответственно в альткоина по докупке покупки ожиданию какого-то черного лебедя может быть рецессионного шока с подачи федеральной резервной системы с минфина сша в целом с американцев или что-либо еще мне без разницы целом реализация этого плана убьет вообще какие-либо переживания относительно того что будет завтра что придумают не придумают и так далее то есть я имею ввиду каких-то потенциальных черных лебедей он меня это радует естественно но тем не менее план пока не реализовался осталось совсем чуть-чуть но пока что не реализовался вот это bitcoin доминация это bitcoin доминация и дальше total мне бывает пишут том числе участники премиума что вот total не разбираешь часто не разбираешь ребят дорогие ну я разобрал свое время то есть вы можете найти этот график забить вот здесь total да total 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 одна из причин так почему так это total а это 20 год подождите вот 23 январь ну в принципе вот была вторая зона интереса зона интереса указывал заранее это восемьсот пятьдесят миллиардов долларов 850 миллиардов и ниже вот первая зона она отработала еще здесь вот здесь эту цель я указываю еще до роста первая цель она была достигнута по капитализации всего рынка и вторая цель остается 4 триллиона честно я не верю что ну по крайней мере до роста в два с половиной триллиона я не думаю что капитализация всего рынка снизится ниже трехсот миллиардов трехсот трехсот тридцати я очень сильно в этом сомневаюсь вот с другой стороны мне бы хотелось чтобы этого не произошло да потому что все-таки это ну снижение во сколько там ну практически в пять раз понимаете да то есть это что должно произойти с криптовалютным рынком чтобы капитализация снизилась в пять раз даже представить сложно вы скажете аналогов 19 не хватит но не хватит чтобы капитализация всего крипто рынка соответственно снизилась до 300 миллиардов долларов сейчас полтора триллиона это ни о чем это абсолютно ни о чем это опять же повторюсь не хайп не какая-то долгосрочная цель что следующая цель долгосрочная действительно но не единственная да выше я вам уже могу только пальцем небо тыкнуть это 4 триллиона сейчас полтора триллиона долларов и по биткоин доминации и по капитализации всего крипто рынка соответственно здесь мне это подсказывает указывает на то что фиксируется рано фиксируется долгосрочно рано вот с 850 миллиардов долларов ну соответственно даже двух иксов сейчас нет капитализации рынка чтобы вы понимали акциями крупными акциями технологического сектора внутри дня могут могут быть объемы торгов в сотни миллиардов долларов 100 200 300 миллиардов долларов внутри дня понятно что вы скажете там плечи да то есть там маржинально вот эта вся история но тем не менее что такое полтора триллионов полтора триллиона долларов для внутри дневной ликвидности всех финансовых рынков ни о чем то есть можно ли сказать что криптовалютный рынок на полтора триллиона остановится ну а исходя из чего то есть ну из каких соображений понимаете только если там уйти в дебри конспирологии да и думать и верить кому-либо что у нас там последний цикл альткоинов дальше будет только а соответственно обнуление там bitcoin еще что-то все реально да в целом ну обнуление биткоина я эту тему я даже видео записывал да я считаю что вполне реально но не вот не сейчас естественно я больше верю намного больше верю процентов на 90 до что а произойдет обновление пиков и даже не то чтобы обновление пиков по биткоину да и достижение четырех триллионов капитализации всего рынка и выход биткоина на отметку 100 тысяч долларов плюс в это я больше верю но это моя позиция кто-то с ней согласится кто-то нет и найдет аргументы в противоположного характера да то есть что будет все снижаться будет все плохо и так далее вот ну по идее значит вы должны быть не рынка да то есть вы должны даже вне быть мне стейбл коинов в стейбл коинах есть риски стейбл это не деньги то есть сегодня у тебя есть там 100 тысяч долларов там юсдт а завтра их может не быть отвязаться да все и до свидания что ты будешь делать поэтому получается ну как бы совет номер один наверное выйти в реальный кэш и ждать какой-то жести вот но есть уже произошла зона интереса в том числе и по капитализации рынка то есть тут просто люди наверное делятся на тех кто действует на тех кто бездействует бездействует в рамках плана окей в рамках потому что вас на эмоции выводит каждый раз при на на медвежьем рынке ну мы эту тему разбирали вот эту тему с крипторегулированием убьет рынок и так далее да то есть из фрс мы это все разобрали своевременно я постарался вам помочь и то что было заложено в рынок ну соответственно я все это озвучил в цены в рынок и так далее вот сейчас поэтому ну 1 и 4 триллиона ни о чем потом ребят помимо bitcoin доминации еще одну цель не обязательно еще раз не обязательно что 4 триллиона будет при bitcoin доминации в 40 процентов абсолютно не обязательно мы можем 4 триллиона увидеть капитализации всего рынка а когда биткоин доминация будет там уже здесь понимаете да а это уже вторая зона для частичной или там полной фиксации прибыли по литкоинам вот то есть это 30 35 процентов то вот два графика я понимаю что напишут люди и пишут часто вот да посмотри там total 3 открой там капитализацию без стейбл коинов и так далее мне это ничего не нужно было в 19 18 20 21 22 году я использовал эти графики я выделял зоны интереса я их себе отмечал указывал действовал с оглядкой на эти и только эти графики это не основа основ естественно вот что основа это может быть зоны 27 на неделе на таймфрейме да и все то есть зачем выдумывать велосипед строить что-то новое там и так далее то есть пользоваться индикаторами когда я ими перестал пользоваться еще в семнадцатом году да или ну то в середине 18 вот потому что они не помогали мне вот зачем но мне не надо вот поэтому ребята еще раз давайте я резюмирую то что озвучил ранее по аль сезону сейчас ничего нет глобальная цель номер один это 40 процентов биткойн доминации глобальная цель по капитализации всего рынка это 4 триллиона 4 триллиона тем не менее а исходя из наших так скажем и проблем да и задачи но в целом исходя из нашей реальной жизни часто требуется снижать риски это он забирать в уложенные деньги из криптоиндустрии скрипто рынка из ваших инвестиций в те или иные монеты это правильное решение с этим подходом вы легче проще вам будет проще дождаться довольно серьезных целей и по этим показателям до которые я сейчас показал и соответственно пальцем в небо 10 иксов 50 150 вот люди бывает стесняются вот там 100 иксов нет да в чате как начинают соответственно эту тему рассуждать и кто-то над кем-то смеется да и выставляет хомяком ха 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 и эту тему поднимал она не очень приятная но тем не менее поверьте фантазеры крипто рынке вот по крайней мере мои фантазеры которых я лично знаю это самые богатые люди вот один из них даже миллиардер долларовый миллиардер хотя был вчера еще можно сказать саньком с моего двора понимаете вот поэтому здесь не нужно стесняться и бояться и ставить высокие цели вам просто проще будет дождаться если с мани менеджментом с финансовым положением с вашим личным финансовым положением или вашей семьи будет все в порядке понимаете а инвестиции это все-таки сроки это нормальное явление да это годы это нормальное явление это просадки порой очень большие это абсолютно нормальное явление вот и тем более те инвестиции которые не отработали все естественно не зайдет все естественно не вырастет наша задача начать распределять активы, продавать активы на фазах бычьего рынка. Сейчас нет ни единой фазы бычьего рынка. Исключительно мой контекст, вы знаете обзоры, да, что-то близкое. Уже прошла первая фаза второй капитуляции на росте с 15 до 33, ну вот этот диапазон, да, вблизи 30 тысяч долларов. Сейчас мы ждем вторую фазу второй капитуляции, и это только прелюдия перед настоящим глобальным восходящим трендом. Будет ли завтра черный лебедь, да хрена вы знаете. Ну то есть вы пришли для чего? Чтобы рассуждать о том, что будет завтра, так вы не знаете, и он не знает. Никто не знает, понимаете? И тут единственное решение, это либо ты, соответственно, выбираешь позицию, как я уже говорил, у нас сегодня еще прямой эфир на 2 часа в этом, в премиум, да, позиция автора своей жизни. Есть позиция наблюдателя, позиция жертвы, то есть это уже решать вам. Пожалуйста, решайте, что вы делаете, дружите с головой, осознанно подходите к инвестициям, и в том числе в крипторынок. Так, далее. Так и первый альткоин, который нельзя продавать, на мой взгляд, по крайней мере, раньше времени, уж точно не ранее 2x от средней. Это Flow. Альткоин Flow я начал покупать приблизительно с 4х, там, 80 долларов, где-то нулевой уровень, если мы сейчас смотрим на Fibonacci, легко это все проверить, в телеграм-канале трейдер 80 на 20 зайдете, и крайняя покупка была на 1,20. Недавно я докупил, средняя у меня сейчас порядка 2, ой, куда я залез, около 2 долларов. Да, есть просадка, это нормально, но я лично к этому привык. Понимаете, я сейчас не буду, опять же, отступать на тему психологии инвестирования, это довольно большая тема, и вы очень легко найдете публикации. Зайдите в мой телеграм-канал, напишите «психология», легко найдете. По Flow Blockchain, по Dapper Labs я вам предоставил инсайт еще 7 ноября о том, что Dapper Labs, как раз-таки компания, которая создала вот этот самый Flow Blockchain, пока молчит, но всему свое время. Dapper Labs действительно молчали 4 месяца, то есть 4 месяца на их официальной странице не было ни единого поста или репоста, то есть ничего не было. Flow Blockchain, их страницы, да, они размещали, я говорил про Dapper Labs. И спустя 7 дней после моего, как его называется, пусть будет инсайда в открытом канале, почему еще стоит подписаться на трейдер 80 на 20, первая ссылка, они разместили анонс о очередном проекте с компанией Disney. Что такое Disney? Я думаю, Disneyland и все в этом духе, я уж не буду объяснять. Но тем не менее анонс вышел. Что такое Flow, коротко, я обещал сам себе скорее даже не записывать большой обзор, не растягивать, фундаментально не тратить ни на один токен более 5 минут, 20-30 минут, я этим больше не буду заниматься. Будут дополнительные публикации, плюс крипто-хедлайн есть, да, можно проверить. Но скорее я здесь пас, по крайней мере сегодня. Flow блокчейн на сегодняшний день, если коротко, это уже платформа, да, и ранее вчера это была платформа, да, блокчейн, на котором можно делать бизнес. То есть уже готовая платформа для бизнеса. Тут не требуются никакие мосты, бриджи, то есть вот это все, знаете, с layer 2, layer 3 там и все в этом духе. Не требуется. Вот, Flow блокчейн, мало того, он может также функционировать полноценно без оракулов, то есть без чейн-линка, вот, без зыграфа и так далее. То есть здесь не нужны оракулы, здесь все есть, абсолютно. Веб 3, Flow блокчейн, сейчас я видел тестовые видеоролики о том, каким образом ходит, есть вот это самое проявление веб 3, как простой человек может начать пользоваться продуктом на базе Flow блокчейн. В тысячу раз удобнее, чем у всех. В тысячу раз, мало того, что удобней, там layer 2 даже близко не стоит. То есть если вы говорите, там, допустим, я не знаю, что для вас веб 3, это что? То есть завести кошелек, зайти, забить пароль, не терять фразу, здесь ничего не требуется. Здесь требуется исключительно, как сказать, интеграция. Да, интеграция техническим языком, мне это сейчас сложно объяснять, я этого не буду делать. Но, тем не менее, все происходит за несколько секунд. Поэтому Flow блокчейн на сегодняшний день – это платформа, на которой можно делать бизнес абсолютно любой глобальной международной компании. Мало того, что это самая высококапитализированная компания, если мы говорим про Dapper Labs, официальные сборы здесь на 600 миллионов долларов. Ну, понятно, огромное количество инвесторов. Сид-раунды в основном проходили в 2022 году. Последующие сид-раунды, private-раунды, стратегические раунды, они касаются, скорее, продуктов уже на Flow блокчейн, в том числе и дополнительные инвестиции в Flow. Это тоже все было. И, соответственно, применение. С применением здесь все в порядке. Вы можете зайти легко в Crypto Headlines, забить Flow, соответственно, посмотреть часть фундаментала здесь. Вот. И тот же Disney работает давно. И тот же Spotify, да, если мне память не изменяет. То есть делают NFT. Вот. И также они NFT-коллекции запускают и с другими компаниями. В том числе и с Азии, с Ближним Востоком работают. Вот. Америка, США. Есть проблема. Конечно, есть минус. Это то, что Flow, Dapper Labs судится все еще с СЕК. Там есть судебная тяжба, касаемая топ НБА. Да? То есть топ-шот НБА. Их NFT-продукты. Вот. Минус ли это плюс? Вы знаете, это даже, я бы сказал, и ни то, и ни другое. Во-первых, потому что мы СЕК Гарри Генслер очень хорошо разбирали в свое время. Да? Пока вас пугали крипторегулирование, у меня была иная позиция, вы все ее прекрасно должны помнить. Вот. Это первое. Вот. Ну и победа Ripple над СЕК. То, что токен не может являться ценной бумагой. Конечно, будет еще регулирование, регуляция. Это все вот эти все тезисы, определения. Я не спорю. То есть я не буду ни с кем спорить, вступать в полемику. Потому что я сам на эту тему и писал посты. Что, естественно, в рамках регулирования нужны проекты, нужны блокчейны, которые будут, так скажем, легитимно раскачивать криптоиндустрию. Flow Blockchain это может делать. С Flow Blockchain уже работают компании в юрисдикциях США, Европы, Азии. Понимаете? Вот. И Flow Blockchain как проявление веб-3 очень удобен. Вот. И не требует дополнительных партнерс, коллабораций. Вы знаете, там есть, допустим, сейчас блокчейны тонут. Допустим, НИР протокол. Их спасает кто? Полигон. Понимаете? Да? Вместе со Star Network, вместе с Immutable X. Flow Blockchain никто из них не нужен. Никто. Вот. Здесь уже все есть. Еще раз. Я просто, у меня был выбор писать видеоролик и начать умничать и говорить вам термины, которые мне самому непонятны. Либо коротко и ясно своим языком. Я выбрал второй вариант. Коротко и ясно своим языком. Надеюсь, вы это понимаете. Вот. Поэтому здесь уже ничего не требуется. Есть Flow Blockchain, есть компания. Погнали. Делаем бизнес. Делаем NFT проекты, запускаем хайп, запускаем ажиотаж, зарабатываем деньги, соответственно, отчисляем налоги в той или иной юрисдикции. Все. Вопрос закрыт. Вот. То же самое касается как раз-таки их сотрудничества с Disney. То, что они запускают очередной продукт. Вот еще в августе, соответственно, Disney запускала NFT коллекцию совместно с Cryptoist, да, на блокчейне, именно Flow. И вот недавно вот как раз-таки новый анонс о том, что также Disney компания делает, запускает вот эту NFT-платформу совместно именно с Dapper Labs, да, на блокчейне Flow. Вот. Это потрясающе, это классно. И индустрия развлечений, она, естественно, как сказать, еще возродится. Потому что здесь и сейчас, учитывая события эскалации военные, это все ушло на второй план. Да, понимаете, и хайпа, ажиотажа в этом пока нет. Вот. И я считаю, что это все вернется. Потому что самыми простыми проявлениями, хайпами из того самого модного термина Web3 является что на сегодняшний день? Ну, отчасти, да, коллекционирование, да, вот эта вся история с веселыми картинками, да, и фильмами, анимациями, и все в этом духе. Это игры и социальная сеть, да, и социал фай. Ну, и социал фай вы можете сразу в голове подумать, вот тон, ну, тоже, да, тон, например, из социал фай. Вот. Из игр Mutable X, то, что они делают с Polygon. Вот. Ну, и Polygon еще работает со Star Network, а спасали они NIR протокол. Потому что NIR протокол это требовалось, про этот блокчейн все забыли. Все, что они делали, это было сырое, никому не нужное фуфло. Вот. Ну, они сами это знают, да, и, соответственно, все, кто пользовался их продуктами, я уж не наговариваю, но тем не менее, все, кто пользовался их продуктами, это прекрасно понимают. Уровень внедрения там был равен нулю. Вот. Поэтому фло это ничего не требуется, меня это радует. И это, наверное, сподвигло меня на, знаете, без каких-то дополнительных мыслей и долгих ресерчей, да, то есть вот этих умных всех анализов проинвестировать еще, докупить флоу. Порядка 6,5% у меня сейчас в общем долгосрочном портфеле. Это монеты флоу. Средние 2 доллара, ок. Первая цель, я ее писал еще, кстати, в открытый канал. Трейдер 80 на 20, вы можете зайти в флоу, посмотреть, да. Это первая цель, ну, помимо инсайда, первая цель это 3,95. Учитывая мою среднюю, 2, там даже 2,10, 2,10, мне нужно повыше. То есть мне нужно немножко повыше, 4,20, ну, соответственно, я смогу забрать свои деньги. Вот, я не храню эти токены на бирже, вот, я не выставил заранее лимитный ордер для того, чтобы забрать свои деньги, поэтому я буду заводить эти монеты уже своевременно, своевременно именно на проторговке, то есть на движение в нулевой уровень, в этот диапазон, да, то есть уже и 5 долларов, и 5,5,40, а нижняя граница как раз-таки 3,95. Вот, это не сверхъестественная цель. Эта цель, это, можно сказать, цель на вторую капитуляцию. Вторая капитуляция происходит на росте. На многих, не на многих монетах она уже произошла. Вот, допустим, на Ripple она уже произошла, да, на ряде других монет это все было. Вот, отчасти там на Immutable X, который я, кстати, открытый пост вам писал, и дважды можно было купить и дважды забрать свои деньги. Вот, и на Flow пока ничего не было. Вот, и учитывая тот ресерч, который я провел и проводил ранее, и текущий ценник, я считаю, что это довольно интересная идея. Вот, еще одним аспектом моего выбора, да, то есть почему я решил все-таки, помимо того, что здесь много денег проинвестированы, исходя из того, что здесь максимально удобный блокчейн для создания бизнесов, вот, здесь он также и самый технологичный в вопросах транзакций, да, то есть именно производство огромного количества NFT, огромного за копейки, сейчас это возможно только на Flow блокчейн. Вот. Есть другие, да, площадки, я соглашусь, но, тем не менее, там намного все деревяннее, да, если, опять же, повторяюсь простым языком, не усложняя, не захламняя вам голову. Вот. Поэтому Flow блокчейн на сегодняшний день лучший для NFT, отчасти для игр, но там, если мы говорим про гейминг, скорее это Immutable X номер один. Вот, если мы говорим про большое количество NFT для бизнесов, для их любых целей, которые, опять же, связаны с NFT, это только Flow блокчейн. Вот. И веб-3 я в Твиттере, ну, элементарный в Dapper Labs и Flow блокчейн заходил и смотрел, как это все выглядит для обычного пользователя. Для обычного пользователя это выглядит шикарно. Поэтому я уже понял для себя, почему действительно тот же Disney, да, и другие компании начинают выбирать именно Flow. Вот. Поэтому здесь расклад такой. Долгосрочная цель я также указал, это 15,8, причем она не поменялась из года в год. Это, ну, все то же самое в рамках моего плана и закупа. Сейчас уже, да, произведена была докупка. В общем, мне это стало интереснее, да, и, в принципе, я готов, там, не на, соответственно, не на 4,5%, да, на 6%, вот, на 6,5%. Вот, соответственно, здесь долгосрочная цель это 61,8, то есть 16%, ой, 16%, прошу прощения, 16 долларов, да, но, опять же, учитывая погрешность, я написал 15,8. Вот, поэтому, смотрите, я избегая вперед и сразу заранее вам говорю, скорее всего, при начале второй капитуляции, когда альткоин вот сюда сходит, я заберу все свои деньги, все свои деньги заберу, у меня останется бесплатная монета и начну фиксировать частично прибыль, начиная с 15,8, 61,8 коррекции. Вы скажете, да нереально, да реально, почему нереально? То есть, ну, ответьте на этот вопрос, то есть, исходя из чего нереально эта цель? Вот, вы скажете, капитализация, ну, капитализация сколько там сейчас, миллиард долларов, ну и что? Вот, когда-то 100 миллионов долларов, это была дикая капитализация, и никто не верил, вообще никто не верил, да, что она вырастет там в 10 раз, она выросла в 10 раз, сейчас говорят, вот, капитализация, миллиард долларов, это значит, что альткоин не может вырасти, или там ему будет сложно расти, ну, то есть, токеном, мемом вчерашний, который вчера еще написали, там, создали на коленке, вырасти, да, до миллиарда долларов, это окей, вот, а для, допустим, флоу или для любой другой монеты, это не окей, получается, да? Вот, здесь, ребят, я не сторонник, как сказать, абсолютно не сторонник того, чтобы зацикливаться на рыночной капитализации, это всего лишь вот текущая цена, умноженная на циркулирующее предложение монет, вот и все, все, сейчас это миллиард, и мы охреневаем, миллиард долларов капитализации, пройдет 2-3 года, мы будем уже думать о том, много ли 50 миллиардов, или мало, и будут появляться обзоры, да, и мнения на рынке о том, что, ну, не, 50 миллиардов это перебор, понимаете? Ну, поэтому нет, я считаю, что на капитализации здесь зацикливаться нет. Вот, флоу это не, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, это, конечно, не токен, куда стоит все свои деньги влепить, да, и ждать там иксов, вот, но тем не менее, если мы берем сегмент легитимного, так скажем, законного бизнеса в ряде юрисдикций, а в первую очередь и США, и Европа, и частично Азия, то флоу интересен, флоу интересен именно в проявлении веб-3 как NFT, NFT, то есть из NFT, из огромного массового производства NFT для таких компаний, как Disney и любых других, флоу, ну, в первом вагоне, в первом, соответственно, в первых рядах, топ. Ну, и плюс по активности разработчиков среди всех экосистем, связанных с NFT, флоу занимает первое место. Первое. Поэтому здесь я считаю, что все впереди. Может, отчасти где-то наивно, но, в принципе, любая инвестиция это некоторая доля наивности, да, это некоторая доля веры и надежды в то, что мы верим, что этот проект, эти твои вложения, ну, тебе принесут деньги. Вот, и какого-то, знаете, субъективного, вот мне нравится, когда люди пишут, Дим, ну, как... Ой, а субъективно, объективно. Объективного анализа фундаментала не существует. Понимаете? То есть то, что объективно для одного человека, может быть совершенно каким-то бредом для другого. И наоборот. Вот. Поэтому здесь мне важно, и я говорил это в обзорах, на сегодняшний день это уровень внедрения, это технологии, это партнерство. Ну, технологии я имею в виду, в чем особенность, в чем плюс блокчейна по сравнению с другими. Отчасти активность разработчиков. Очень микро-маленькая доля, это именно капитализация. Абсолютно незначительный показатель. Ну, скорее он меня заставляет задуматься о том, что вот здесь есть миллиард долларов капитализации. Вот. И я смотрю, во сколько токенов, во сколько проектов я проинвестировал вблизи миллиарда долларов капитализации. Да, может, я на это посмотрю. Вот. Но, тем не менее, это какой-то 25-й пункт. Вот. Поэтому уровень внедрения, технология, особенность, конкуренция, понятно, преимущество, партнерство, юрисдикции, да, и так далее. Ну, плюс-минус. Я на это смотрю и понимаю решение. Здесь я принял решение в пользу Flow Blockchain. Цель я вам озвучил. Вот. В общем, удачи всем нам. И я считаю, что здесь дождемся как минимум 4 долларов. 4-5 долларов. Плюс это зона 27, это понятно, да. То есть вы так все прекрасно это видите. Здесь идет импульс, слабая коррекция, зона 27. Это диапазон формирования 1. Ну, и, соответственно, далее идем по целям. Вот. Это Flow. Так, и переходим к следующей монете. Так, и следующий токен. Шок-контент. Наверное, многие старики охренели, что за скам. Фил. Файлкоин. Ты же говорил, что здесь нет триггеров для роста и все в этом духе. Да, говорил. То есть все снижение файлкоин, в том числе в премиум, неоднократно. Соответственно, я заводил тему о том, что в файлкоин, ну, я не понимаю триггеров. Честно, я даже сейчас до конца не понимаю триггеров к росту. Просто мне безумно нравится график. Это некоторое, знаете, некоторое... Не то чтобы эксперимент, а тест. Тест зоны 27. Здесь прекрасно все. То есть здесь есть импульс, здесь есть коррекция. И четко пришли к верхней границе зоны 27. Линия 18 уровня, 4.50. Погрешность плюс-минус здесь сейчас, ну, понятно, не имеет значения. У линии. То есть график у линии зоны 27. Филкоин. Ой, файлкоин, прошу прощения. Следующая фибоначчи. Следующая фибоначчи на недельном таймфрейме. То есть снижение тоже. Слабая коррекция. Тоже зона 27. Это уже 2. 3. Ну, это совсем локально, если мы смотрим, да. То есть здесь также у нас идут тесты зоны 27. Зона 27, для тех, кто не в теме или только подписался, это зона потенциального дна. То есть глобально на этой зоне я зарабатывал во всех циклах. Ну, за исключением того времени, когда пришел на рынок, да, в 17-18 году. Вот, ну, где-то в середине 18-го года я работаю по зонам 27 на недельном, на едином таймфрейме, да. И все, кто подписан не первый год или даже не первый месяц, и прекрасно знаете, как она работает. Вот. И здесь тоже зона 27. Да, то есть все то же самое. То есть 2.60 плюс-минус мы сюда сходили. Вот. По этой неделе на фибоначи, кстати, можем сходить и до... А ну, я не думаю, что доллар. Вот. Ну, порядка 2 долларов еще может быть. Вот. Какой-то черный лебедь, еще что-нибудь произойдет. Вот. Купил я немного монетам, порядка 1%. Вот. Докупать... Вы знаете, здесь нет какой-то необходимости, исходя из глобального таймфрейма. Здесь очень много засаженных, да, кто покупал файлкоин вот там условно с каких-то 100-сотен долларов. С безумных отметок. Здесь уже были иксы. Впрочем, да, я соглашусь. Сейчас альткоин и файлкоин стоят столько же, сколько стоил до всего пампа. До 18... Ну, 18-го года. Вот. Значит ли это, что, ну, соответственно, будет рост? Естественно, не значит. Потому что не только файлкоин стоит, ну, таких же денег. Есть монеты, которые обновили эти минимумы. Вот. Это же не значит, что это дешево, сердито и 100% будет памп. Естественно, нет. Вот. Поэтому здесь я купил, ну, скорее из-за графика. В первую очередь, мне нравится график. Мне нравится зона 27 по всем движениям. Это раз. Второе. Мне нравится то, что действительно файлкоин сейчас уже никто не верит. Хотя я стараюсь, по крайней мере, у меня был период, когда я занимался таким давно, правда, там, 18-18, когда я думал, что если никто не верит, значит, будет рост. Но это глупости. Естественно. Это глупости, потому что может никто не верить, и будет падение. Да, и на 90%, а потом после этого падения еще на 90%. Вот. Поэтому это все ерунда, это все мифы рынка. Вот. Альткоин может абсолютно легко падать и дальше, если в него никто не верит. Вот. Это плохо. А файлкоин, в чем есть плюсы? Помимо минусов, которые мы знаем, что токены шатали, вот, и непонятные триггеры к росту, да, то, что это сегмент вот этого хранилища, да, которое, ну, не совсем ясно, каким образом и за счет чего будет расти. И в свое время здесь сделали FVM, то есть, ну, EVM, вы знаете, да, то есть сделали уже площадку, платформу, можно сказать, да, ну, EVM, короче, да, на которой можно строить приложение. Можно делать приложение, строить, использовать, соответственно, файлкоин. Вот для этого, для экосистем, для новых экосистем, для новых проектов и так далее. Все это здесь есть. Это не особо пользуется спросом, здесь и сейчас. Да, активность разработчиков, она растет, и, кстати, файлкоин, ну, вот, FVM, можете найти этот пост, вам поэтому и нужен крипто-хедлайнс, ребят, подпишитесь, не забудьте, напишите фил, вот, хэштег фил, да, и вы найдете. Вот, официально запустили еще, получается, в марте. Вот, в марте, да, то есть, это плюс, да, побегут ли и побежали, ну, конечно, нет. Вот, поэтому я надеюсь, все-таки будет некоторый здесь рост, рост активности разработчиков, хотя они в сентябре 2023 года занимали десятую строчку по, опять же, по количеству коммитов, да, то есть, при разработке вот этих кодов. Вот, и здесь все же есть некоторая, это активность, которой я думаю, что, по крайней мере, ну, в 2x, по крайней мере, в 2x, чтобы забрать свои вложенные, здесь это все, ну, соответственно, все получится. Вот, вы скажете, что есть там разборки SEC, то, что монета фил входит в, ну, вы помните, да, сейчас, как называется, в документах SEC, в документах SEC монета файлкоин, токен, файлкоин, фил, входил, как, ну, ее называли, как ценной бумагой, ну, здесь была и Cardano, Oxygen Infinity, Algorand, Atom, тоже в том же числе, да, понимаете, и Chilis, и Koti от Cardano, Dash, Flow тот же, ICP, интернет-компьютер, да, или Definity, вот, Mana, Decentraland, сложно выговаривать, MATIC, это Polygon, NIR, поняли, OmisGo, OMG, Send, Sandbox и Salon, то есть здесь, впрочем, ну, как бы, знаете, ругаться на файлкоин и говорить, что это скам, потому что вот здесь он появился в документах SEC как ценная бумага, это то же самое, что, ну, давайте тогда скажем, что вот это все, вот это все умурет. Вот, отличная подборка от SEC. Вот Гэри Гэнслер SEC, ну, учитывая также их поражение Ripple, уже, в принципе, там и так всем понятно, адекватом, что токен не может являться ценной бумагой. Вот, мне это, и многим из нас стало понятно ранее, что вы, помните, да, на дне кричали, крипторегулирование убьет рынок, вот, и сейчас, я думаю, ну, все ясно, да, то есть, естественно, раскрывать, разбираться в этих делах, штрафовать компанию, все окей, но токен не может быть ценной бумагой, вот, а файлкоин мне еще нравится, потому, что здесь довольно высокий уровень внедрения. Компания, начиная с США, от США, США, причем государственные компании используют технологии файлкоин, то есть, начиная от США, Европа плюс Азия, Гонконг, до Гонконга, от Штатов до Гонконга, используют файлкоин. Вот, это открытые данные, вы легко, ну, найдете, опять же, в Google, вбейте, посмотрите, вы можете зайти на страницу файлкоин, полистать, ну, вот, допустим, что здесь про США, давайте посмотрим, да. ВМС США выбирает, ну, проект, получается, на базе файлкоин для подводных операций, и связанное с искусственным интеллектом, да, получается, да, для, почему подводных, не знаю, ну, окей. ВМС, потому что, окей. Вот, и используя распределенную, ну, структуру файлкоин, да, фреймворк файлкоин. Вот, хорошо ли это, да, это триггер к росту, это триггер к тому, чтобы хомяки, там, инвестора побежали закупать на все деньги файлкоин? Нет. Вот, но это все-таки легитимность, это все-таки некоторая законность. Вот, и учитывая, что это, этот блокчейн уже является топовым на сегодняшний день, вот, я думаю, что все-таки, по крайней мере, здесь, ну, и то, что я озвучил ранее, по крайней мере, здесь 2 икса, как пить дать. Вот, поэтому сейчас 4.50, 4.50 плюс-минус я покупал за эти деньги, а, минимальная цель по файлкоин, а, кстати, я не писал пост, вроде не писал, сейчас, секунду, извините, что отвлекся, нет, не писал. Минимальная цель здесь, ну, я имею в виду, не писал по целям, то, что купил здесь район 35 баксов, вот, поэтому здесь, смотрите, у меня решение пока что настроение, пока что, повторюсь, и я, скорее всего, актуализирую эти данные в канале трейдер 80 на 20, настроение забрать ложные деньги, вот, настроение покупать, нет, скорее всего, я не буду докупать, даже при цене, при черном лебеде, там, флоу, файлкоин уйдет до 2 долларов, и я побегу там докупать, нет, скорее всего, нет, здесь не имеет значения 4 доллара, 5 долларов, или, или 2 доллара, здесь одна и та же зона интереса, здесь одна цель, которая не поменяется, цель вторая капитуляция на росте, нулевой уровень по Fibonacci, это равен 35 баксов, поэтому здесь я не исключаю абсолютно, что я вообще не буду продавать токены файлкоин, во-первых, потому что у меня их немного, вот, а во-вторых, потому что, ну, хотелось бы больше, чем 2 икса, вот, и свои деньги, или половину монет, скорее всего, даже половину, я, ну, рассмотрю продажу при стоимости токенов минимум 35 долларов, бывают люди сидят в этом токене, и в любом случае они есть, там, с 20 долларов, с 25 долларов, считаю ли я, что стоит сейчас выйти из флоу и перелиться во что-то другое, вообще я не сторонник вот этих ребалансировок, да, или продажи на страхе, вот, страшно упало, у меня просадка, сейчас продам, выйду в стейблы, вот, да, можно, конечно, ребалансировать, можно купить что-то другое, ну, как вопросов нет, можно, но в случае с файлкоин, я бы, ну, скорее этим уже не занимался, то есть, если вы сидите за 20 долларов, за 25 долларов, я думаю, что у вас будет шанс выйти в свои деньги, или сократить, изряд, ну, так довольно серьезно сократить свою позицию, да, уже дождаться 2 икс от вашей, вот этой средней, то есть, вы часть денег забираете, свою часть денег, или то, что превысили объемы при инвестициях в файлкоин, и оставляете и оставляете, соответственно, комфортное для вас количество монет уже до минимума 2 иксов, минимум 2 иксов, вот, поэтому здесь, ребят, это некоторая авантюра, исходя из графиков, не впечатляющего фундаментала, вот, я решил проинвестировать, я решил инвестировать, проинвестировать вообще такого слова вроде бы нет, не существует, да, поэтому окей, решил инвестировать в файлкоин, посмотрим, что из этого выйдет, капитализация здесь у нас получается, так, это по инвесторам, ладно, ну, по инвесторам есть файлкоин фундейшн, они сами инвестируют деньги, сейчас мы, я думаю, что это смотреть не будем, капитализация здесь 2 миллиарда долларов, в 2 раза больше, чем у флоу блокчейн, вот, ну и флоу блокчейн другая история, это NFT, файлкоин это, ну, понятно, хранилище, вот эта вся технология связана с хранением данных и так далее, вот, это такая более, знаете, строгая история в пиджаке, в костюме, вот, но тем не менее законная, вот где триггеров к хайпу, к пампу, ну, особо-то и нет, да, за исключением, если не начнут делать на FVM, да, то есть в экосистеме приложения, которые, соответственно, будут также запускать, где, правильно, в США, и в США, и в Европе, могут ли это начать делать, а почему нет, ну, почему, там тот же ВМС, допустим, да, и другие госорганизации, они сотрудничают с файлкоин, то есть почему не может бизнес выбрать файлкоин, по какой причине, вот, потому что есть другие блокчейны, да, есть другие блокчейны, да, есть крутейшие, да, действительно, блокчейны, вот, но файлкоин, он, как, опять же, со своей технологичностью в том сегменте, в котором требуется, опять же, хранение данных, более чем подходит, более чем подходит, поэтому я думаю, что файлкоин будут выбирать, и в дальнейшем мы с вами, и в крипто-хедлайн, в том числе, и по второй ссылке вы можете подписаться, увидим действительно интересный, ну, интересный апдейт, интересный фундаментал на тему сотрудничества с файлкоин, с довольно серьезными организациями, вот, и с государственными, и с некоммерческими, и с коммерческими, да, в том числе, вот, у меня есть такая некоторая вера, вот, поэтому здесь еще раз резюмируем, зона 27 по всем таймфреймам, по недельам он таймфреймам, по всем движениям, мне это нравится, да, это некоторая авантюра, да, альткоин убили, да, никто не верит, вот я решил купить, а минимум я буду выходить там, ну, при цене плюс-минус там 10 долларов, чтобы забрать свои деньги, ставить бесплатные токены, и дальше уже, ну, соответственно, будут апдейты, если я заберу все свои вложенные деньги при 2х от средней, ну, текущие плюс-минус средние у меня, то дальше я уже, ну, как минимум там, ну, долларов 50, я думаю, 40-50 долларов здесь начну частично фиксировать, и по каждому уровню фибоначи, вот, план такой, если изменится, соответственно, я напишу, или запишу видеоролик, но, скорее всего, напишу в канале Трейдер 80 на 20, в своем авторском канале, что вы думаете на этот счет, можете написать, то есть, ну, понятно, что много может быть несогласных, и скажут, да нет, ну, файлкоин это уже умер, и так далее, я еще раз повторюсь, ребят, на медвежьих рынках умирает все, у нас все скам на медвежке, и файлкоин не исключение, да, то есть и файлкоин, и огромное количество других токенов, это все скам, потому что сейчас медвежий рынок, как наступит бычий рынок, соответственно, настроения поменяются, да, и уже люди будут сходить с ума с главным тезисом, с другим, да, то, что у нас вот все хайп, можно все брать, все будет расти, там, еще что-нибудь и так далее, поэтому настроения меняются, и они зависят от фазы рынка, сейчас фаза рынка, при котором действительно все можно назвать скамом, по крайней мере, до тех пор, пока вы не получите прибыль, вот, поэтому, конечно, мало кого интересует здесь технология, интересуют только пампы и дампы, да, то есть дампы, чтобы не потерять, пампы, чтобы всегда зарабатывать, вот, при инвестициях никто не хочет ни в просадках находиться, да, то есть никто не хочет действительно рисковать, вот, хотят покупать на самом минимуме, да, продавать на самом пике, в большинстве случаев, да и у всех, да, даже самых топовых инвесторов, всех, ну, соответственно, всей истории, да, и всех абсолютно народу, всех локаций, в том числе и США, невозможно, то есть это невозможно, что вы будете инвестировать всегда без просадок, всегда только в то, что точно будет расти, поэтому здесь мой вам совет, либо вы, а, действуете, да, соответственно, охотитесь в качестве автора своей жизни, либо бездействуете, наблюдаете, жалуетесь, да, соответственно, обходите все стороной, ну, и, соответственно, не меняете свою жизнь, вот, поэтому, ну, потому что что-то изменить, и чтобы что-то изменить, там всегда есть риск, там всегда есть дискомфорт, там всегда есть страшно, там всегда есть это самое не хочу, не буду, лучше пойду там, да, соответственно, попью пивка с друзьями, да, и займусь какими-то другими делами, вот, поэтому вам решать, вам решать, по какой речке плыть, речка вонючка, либо нет, по течению, либо не всегда, каждый сам решает, здесь я не ваш, так скажем, да, учитель, советчик, советник, и все в этом духе, вот, поэтому я постарался, не затягивая, обозначить два альткоина в этом видеоролике, которые, на мой взгляд, нельзя продавать, рано продавать, в которые можно закинуть деньги, на мой взгляд, в которые я закинул деньги, проинвестировал, пусть будет это слово, да, вот, плюс в первой части видео, если вы пропустили, перейдите к ней, я обозначил цели на глобальный сезон альткоинов, по биткоин-доминации и по капитализации альткоинов, если все ок, длина не критическая, каким образом, на вас не давят, да, длина данного видеоролика, тайминг, то можете поставить лайк, можете оставить комментарий, можете воспользоваться также условиями, по розыгрышу 50 долларов, будет два победителя, вот, решать вам, и сейчас я чуть-чуть потрачу времени для определения победителей с прошлых розыгрышей, так, давайте приступим, первый видеоролик, я определю победителя, будет два человека по 50 USDT, а видео называется «На погубят биткоин, не игнорируй 27», речь про зону 27, кстати, можете посмотреть, здесь я многое опять же объясняю и касаюсь своего плана, и условием для розыгрыша было ставить опять же свое видение, да, на этот счет, вот, ну, понятно, оставить комментарий, давайте два человека определим, сразу скажу, куда писать, есть телеграм-канал, первая ссылка, первой ссылкой переходите, заходите в профиль телеграм-канала, здесь есть главный админ Салихов Брокер, но это и мой аккаунт, и администратора, соответственно, сюда пишите, сверяем аккаунт и, соответственно, предоставляем вам ваши 50 долларов, я лично их отправлю, как только отправлю, я вам напишу сообщение, все готово. Так, давайте первый победитель, если вы, так, давайте, ладно, спасибо за видео, у меня такой вопрос, если двинутся биткоины, которые лежат в так называемом кошельке Сатоши, как, по твоему мнению, отреагирует рынок, и как думаешь, они вообще двинутся? Как они двигаются? Ну, как они двигаются, ну, в смысле, Сатоши, если он существует, если он не умер, ну, он что-то это Сатоши, мы не можем знать, это один человек или группа лиц, вот, как они двигаются, просто проведут транзакцию, вот, а что будет с биткоином, ну, здесь можно просто сидеть, гадать и ничего не делать, я не сторонник таких, ну, так скажем, размышлений, я не знаю, как рынок отреагирует, позитивно или негативно, вот, знаю, что может быть где-то контент на эту тему есть, но консипрологический контент набирает очень хороший просмотр, и он нравится всем, ну, я не люблю эту тему, я не знаю, просто не знаю, давайте перейдем к следующему комментарию, потому что вы, к сожалению, условия розыгрыша не выполнили, поэтому я вынужден искать следующего потенциального победителя. Зона 27, так, работа при условии, что сотый уровень нулевой правильно отмечена, последний фиба уровень 100 отмечен, а последний мимо нулевой разве правильно отмечен? Вот на неделю фиба, она с ним... А, сотый уровень, я посмотрю, я посмотрю, во-первых, я посмотрю, во-вторых, вообще я правильно отметил, да, у меня бывают косяки, я их исправляю, если я не исправил, значит, все правильно отмечено, вот, а почему-то в дневном... Давайте я дальше перейду к следующему потенциальному победителю, самый годный контент в Руф-сегменте, интересно твое мнение насчет флоу. По флоу как раз-таки вот, ну, вы поняли, я обзор сейчас и записал, и я оставлял посты. Так, когда же мы найдем на человека, кто выполнил условия? А теперь выбор стоит, смотреть новый фильм или разбор трейдера? Хромометраж растет. Да, дальше. Есть ли гайд по Фибоначчи? По Фибоначчи я отвечал на вопрос, гайда не будет, скорее всего, и если что-то и будет, то может быть курс, а может вообще нет, да, только в 24-м году. Вот, гайдом одним не обойтись. Гайд, правила по Фибоначчи, это всего лишь процентов 10 информации, которая вызовет у вас порядка еще сотен вопросов, на которые мне придется отвечать, уж лучше сделать курс, либо не делать. Вот, давайте дальше. Дабгрупп, я не знаю, почему здесь пустота. Видите, уже рандомайзеру надоело определять, искать победителя, коллеги. Давайте я сейчас перезагружу быстро, секунду. Так, я надеюсь, это не затянется на полчаса, поиск победителя. Давайте еще раз. Так, USDT с каждым днем все страшнее и страшнее, спасибо за обзор на фарт. В любой монете буду ребалансироваться из того, что выросло в то, что пока нет. Сложно? Сложно. Я вспоминаю условия, я их только что и прослушал, вот я их не то чтобы помню на память, да, но тем не менее. Что вы будете делать при... Ну, давайте я напомню, да, что будете делать, какой ход рассуждения при движении биткоина в 40-50 тысяч долларов. Какой ваш план? Выйти в стейбл и остаться в биткоине, да, и вот ваши мысли на этот счет. По любой монете, тут написано, по любой монете буду ребалансироваться из того, что выросло в то, что пока нет. Ну, скорее я не могу засчитать, давайте конкретно по теме. Без обид, если что. Так, добрый день, только недавно заинтересовался контент вашего канала, посмотрел пару видео, услышал про зону 27, но пока не пойму, что это такое, как самому ее видеть на графике, это расширение фиба, если да, то как настроить? По фибоначчи я только что ответил, хотя уверен, что... Я нигде не объяснял, да, и... Ну, я ответил, давайте дальше. Ребят, я вынужден продолжать искать покупателей уже... Покупателей? Продолжать искать победителей уже больше пяти минут, Дима перечислил все мои потребности сейчас. Через два дня свадьбы, через полтора месяца сын родится. Так, прекрасно, прекрасно, да, потребности, речь, наверное, психологическая составляющая, ребят, смотрите, обязательно потребности, исполняйте свои цели, не зацикливайтесь на монетах, не солите токены, естественно, живите жизнью, да, то есть она меняется, финансовое положение семейно меняется. Это не нужно жадничать, да, и терять голову. Поздравляю. Свадьба, сын, класс, тоже хочу сына, пока у меня только дочка, но я не откажусь от второй дочки, это все очень прекрасно, не думал, что мне будет нравиться отцовство, поэтому поздравляю с будущим, надеюсь, да, дай бог, с рождением ребенка, сына родится. Полтора месяца еще с обзора не прошло, поэтому я надеюсь и желаю вам, что все прошло гладко, замечательно, и мамочке заранее сил, силу и терпение. Так, далее. Так, считаю каждое видео обучением, спасибо. Пророк, а сухарики можно кушать вместе с щеком? Нет, ребят, где же комментарий победителя? Нежелательно есть во время просмотра видео, объяснял почему, видео не развлекательного характера, не конспирологические теории, которые я считаю за развлекаловку, это не про это. Самое важное, что мне нравится в твоей манере подачи, это то, что ты уделяешь очень большое внимание именно стороне психологической части трейдинга. Я очень рад, что мне получается помогать тем самым. Поэтому, видите, от лирических отступлений очень сложно уйти, потому что я действительно считаю это намного важнее того, что происходит здесь и сейчас на графике, и сколько стоит биткоин, или сколько он будет завтра стоить. К сожалению, многие этот момент недооценивают в полной мере практичность, как всегда на высоте. Спасибо большое. Да, недооценивают, но настроение меняется, да? То есть, когда я записывал видео, тоже там полтора часа было час, два часа, делился своими мыслями, зонами интересами, целями, в том числе, которые на сегодняшний день достигаются, и тоже решение перелить все стейблы биткоина, отметки 20 тысяч, тогда тоже, ну, для кого-то это была вода. Вот. Кто посчитал иначе, тот, соответственно, остался максимально довольным. И я очень этому рад, что у меня получилось, получается с этим помогать. Дмитрий, благодарю за контент, за тот проделанный труд, который позволяет нам расти в наших познаниях. Спасибо большое за внимание, за некоторую часть доверия к моим трудам. Я это очень, безусловно, оценю. Так, при достижении цели... Вот, все, 100%. Ребят, всем еще раз спасибо за отзывы, спасибо за ваши комментарии, огромная благодарность. Вот, но вот есть условия, понимаете, я вынужден как бы не нарушать их, и не хотелось бы этим заниматься. Да, нарушил один раз, ну, получается, так можно и дальше, и нарушать свои же условия, свои же обещания, свою же позицию. Я этим не хочу заниматься. Поэтому я надеюсь на понимание. При достижении цели в 40-50 тысяч по биткоинам планирую фиксировать прибыли 30% по биткоинам, да, далее фиксация минимум 50 иксов по биткоинам, фиксация в кэш, PS доступ в премиум заканчивается, надеюсь, на выигрыш. Вы выиграли. Да, только розыгрыш был 50 USDT, который, ну, впрочем, вы можете, просто у нас 11-90 долларов за два месяца, да, ну, вы можете чуть добавить и вступить в премиум, либо мы его продлим, если он у вас есть. В премиум заканчивается. Все, спасибо, Рустам. Рустам, зовут, профиль супер, профиль попал в видео, отлично, справились, долго искали, 8 минут, но справились. Рустам, ваши 50 долларов, я сказал, куда писать, какому админу, давайте перейдем к определению следующего победителя. Так, следующее видео о биткоин, ждать дамбинанс на коленях, тоже актуально, можете, естественно, смотреть, темкоды я здесь прописал, я разыгрываю. Объявил о розыгрыше доступа в премиум ресурсы на один год и победит первый же, первый же человек. Первый же комментарий, первый же человек, кто оставил комментарий, там не было каких-то экзотических условий на тему комментария, поэтому я заранее поздравляю победителя. Один год премиум, это эквивалент 430 долларов. Погнали. Спасибо, трейдер 8 на 20, круто, спасибо большое. И такой простой, короткий комментарий. Вот, и вы, Андрей, Андрей Чудинов, вы победили, поздравляю вас, один год в премиум, предоставим вам доступ, сравним профили, менеджер все сделает, я сказал, куда писать. Напомню, телеграм-канал, трейдер 8 на 20, это первая ссылка. Вот, заходите в профиль телеграм-канала, здесь есть главный админ, салихов брокер. Кликайте сюда, на никнейм, и пишите, я победил, администратор все сравнивает и предоставляет вам доступ к премиум аж на один год. Еще раз вас поздравляю, ребят, спасибо, что кто осмелился, кто у кого получилось посмотреть видео от начала до конца. Я постарался дать максимум, но в то же время не затягивая, да, на фундаментале, на вот этих всех умных словах, терминах, на токеномиках и все в этом духе. Вот, чтобы не было, да, на час 40, на 2 часа, вот, и здесь, на мой взгляд, исчерпывающе донес также и ответил на вопросы, касаемые глобальных целей на настоящий истинный сезон альткоинов, и по биткоин-доминации, и по капитализации всего крипторынка. Кому все зашло, все хорошо, все окей, стоит продолжать, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на телеграм-каналы, в описании к этому видео две ссылки, вот, оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше, всем успехов, прекрасных выходных дней, проведите их с семьей, если, соответственно, семьи нет, к сожалению, да, и то, то заведите, то заведите семью или уж проведите эти дни плодотворно, правильно, на ваш взгляд, продуктивно, но отвлекитесь, отвлекитесь от криптовалютного рынка, потому что выходные дни, они должны быть, у меня их раньше, честно, не было, особенно, когда не было ребенка, да, не было других обязательств семейных, то я работал и с понедельника по понедельник, вот, но тем не менее необходимо отвлекаться, необходимо отдыхать, заниматься другой, а другими, соответственно, делами, да, и раскачивать себя и с точки зрения и спорта, естественно, и здоровье поправлять, вот, и с духовной точки зрения, семейной и так далее, поэтому я всем желаю просто незабываемых прекрасных выходных дней, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok